приветствую всех на канале китайфак и сегодня на обзоре будет один интересный американо китайский лазерный уровень с зелеными лучами с тремя плоскостями по 360 градусов почему американо китайский потому что уровень продается в основном в америке и в других странах европы но в принципе на алиэкспресс вы также вы можете приобрести стоит он довольно недорого сейчас по распродаже чуть больше 6000 рублей и давайте уровень посмотрим поближе приходит вот в такой красочной коробке фирменной называется уровень segment модель cm701 на коробке указано несколько видов и также перечислены все пройденные сертификации в коробке находится такая крутая сумка она формованная очень жесткая держит форму сделано очень качественно ручка резиновая такое скругленное дно но на самом деле ты раз вижу такую сумку но сделано очень круто и здесь по центру также логотип segment внутри сумки на крышке также мягкая проставка само наполнение сделано из жесткого но одновременно мягкого материала и сумку умещается значит пульт дистанционного управления поворотное основание магнитное крепление также магнитная мишень инструкция провод для зарядки и сам прибор да друзья при открытии сумки сразу чувствуется такой приятный запах как раньше когда что-то привозили из-за границы такой новые хорошие обуви не едкий китайский запах качество на самом деле очень хорошие так давайте посмотрим все поближе так начнем с инструкции посмотрим технические характеристики класс лазера 2 длина волны 505-550 нанометров погрешность плюс-минус полтора миллиметра на 5 метров другими словами это 0,3 миллиметра на 10 метров стандартная погрешность хорошая как у большинства лазерных уровней диапазон работы компенсатора 4 градуса плюс-минус 1 градус рабочая дистанция 30 метров но здесь нужно поставить звездочку все это зависимости от степени освещения чем ярче тем меньше видно чем темнее соответственно тем дальше видно время работы здесь встроенный аккумулятор и здесь показано 4 времени работы у этого уровня предусмотрено 4 режима яркости поэтому в самом ярком режиме все плоскости работают около 6 часов в другом режиме 9 в другом 15 и в самом тусклом режиме 30 часов встроенный аккумулятор 3,7 вольта 4 миллиампер часов литий-ионный аккумулятор защита от пыли и влаги ip54 рабочая температура от минус 10 до плюс 50 и температура хранения от минус 25 до плюс 70 инструкция кратненькая на разных языках здесь ничего сложного нет но в принципе я вам сегодня все покажу далее в комплекте такая магнитная мишень уже всем знакомая с подножкой очень удобная вещь особенно для различных металлоконструкций к примеру для установки потолка амстронг примагничивайте к направляющей и смотрите весь потолок всю плоскость потолка руки при этом свободны очень удобно можно двигать подвес далее в комплекте такое аккуратное магнитное крепление 2 мощных неодимовых магнита расположены вертикально это очень удобно чтобы допустим примагничиваться какой-то узкой трубе здесь есть четыре резиновых пятки чтобы не портить магнитную поверхность всё очень аккуратно сделано также крепление можно закрепить на саморез резьба 1,4 дюйма достаточно простое но очень аккуратное магнитное крепление в комплекте есть вот такое поворотное основание с микро винтом сделанную полностью из металла мне лично такая формация вот поворотных оснований нравится она простая но плавно крутится также резьба 1,4 дюйма ножки могут выкручиваться чтобы регулировать высоту и снизу расположены резьба для крепления на штатив либо штангу также ножки можно полностью снять в комплекте идет просто провод для зарядки и usb usb type-c вилки отдельно нету то есть вилку надо свою вот такой вот маленький качественный культик хороший пластик используется здесь есть колечко для зацепа на ключи к примеру и здесь четыре клавиши вертикаль 1 вертикаль 2 горизонт и вот эта клавиша регулирует яркость лазерных линий четырех вариациях и сам прибор для прибор реально очень компактный очень маленький сейчас я вам покажу в сравнении с другими известными приборами вы удивитесь какой у него на самом деле маленький размер сделан очень круто выглядит монолитно здесь гнездо usb type-c для зарядки весь корпус покрыт вот этой резиной пахнет она также приятно клавиатура состоит из четырех кнопок также есть четырехступенчатый индикатор разряда батарей и дополнительный индикатор работы под наклоном снизу располагается резьба 1,4 дюйма в общем такой компактный маленький уровень здесь находится тумблер возвращаясь к размерам как можете видеть вот если сравнить к примеру Huepar P03CG либо KVITS KT360A также американо-китайский уровень и Huepar достаточно активно продается в америке и по всему миру то есть как можете видеть размерчик конечно у него действительно очень компактный то есть эти такие монстры по сравнению с ним но если даже взять классический бестселлер от Huepar модель 630CG то она тоже намного больше поэтому кому важна компактность то рассматривайте Seigman очень так-то классный вариант друзья все ссылки на эти приборы оставлю под видео переходите смотрите и выбирайте все это очень хорошие качественные приборы так и давайте пробежимся по функционалу включается прибор тумблером загораются сразу все три плоскости и кнопками по отдельности можно управлять и выбирать любое количество плоскостей V1 отвечает за включение-выключение передней плоскости V2 за включение-выключение боковой плоскости и соответственно H отвечает за включение-выключение горизонта на клавиатуре также есть сверху красная кнопка включения то есть когда у вас компенсатор заблокирован то есть вот он не трясется внутри блокируется хорошо вы зажимаете кнопку на несколько секунд и у вас загорается плоскости для разметки под наклоном линии будут мигать в этом режиме раз в 5 секунд это просто напоминает вам что вы находитесь в спецрежиме и не размечаете уровень а размечаете наклонные линии здесь уже присутствует человеческий фактор и сам уровень в этом режиме не размечается да в этом режиме еще будет у вас гореть красный индикатор сверху чтобы изменить яркость свечения то эту красную кнопку нужно нажимать кратко то есть раз нажали вот упала яркость 2 яркость упала снова 3 яркость еще упала и 4 возвращает самый яркий режим то же самое управление яркостью происходит когда у вас разблокирован компенсатор то есть вот прибор у вас разблокирован также нажимаете кратко на кнопку включения и яркость у вас меняется четырех режим если прибор будет иметь наклон больше чем заявленный диапазон компенсатора то ли не будет вот так быстро мигать да кстати устанавливается компенсатор здесь очень быстро из крайнего положения давайте посмотрим 1 2 буквально 2 секунды и компенсатор уже установлен это на самом деле очень отличный показатель очень быстро то же самое все происходит с пульта кнопкой v1 включаете и отключаете переднюю вертикаль кнопка v2 боковой вертикаль кнопкой h соответственно управляете горизонтом и вот эта кнопка также меняет яркость простой удобный очень маленький компактный пульт по функционалу здесь в принципе все режима работы с приемником как такового у него нет ну по крайней мере нигде это не заявлено конечно можно предположить что в самом тусклом режиме это есть режим работы с приемником но здесь нужно проверять подбирать приемник то есть достаточно сложно поэтому на сто процентов я не знаю если у него режим работы с приемником но по крайней мере не в инструкции ни отдельной кнопки у него нет давайте сразу посмотрим работает ли прибор от пауэрбанка вот я подключил пауэрбанк свой сразу пошла зарядка то есть очевидно прибор работает все замечательно также он работает от сети во время зарядки можно им работать теперь давайте его разберем и посмотрим что внутри но для начала снимем просто башню так вот я снял башни крепятся они через две резиновые прокладки вот такие тоненькие сверху и снизу стекла сами башни сделаны из пластика и крепится здесь резинка получается прилегает к самому корпусу то есть такой системы примеру шип паз как у того же хью пара здесь нет но в принципе защита также неплохая защита ip54 полностью соответствует до истеровочных винтов здесь можно добраться не разбирая полностью корпус но они немножко в стороне смещены не знаю видно вам или нет там болт и возможно при настройке если понадобится то и будет не очень удобно крутить вот второй находится продольный болт сверху это два истеровочные болта именно настройки маятника положение маятника об настройке я говорить не буду настройка здесь аналогичная как у всех других уровней у большинства у которых такое крепление лазерных модулей то есть вот четыре болта которые отвечают за настройку лазерного модуля отдельно от других если у вас общее смещение всех плоскостей соосное то просто нужно регулировать положение маятника это делается двумя болтами один поперечный болт он ходит внутри маятника меняет центр тяжести его и один продольный болт вот сверху также меняет центр тяжести в другом направлении но собственно говоря видео по настройке у меня есть практически в каждом обзоре есть отдельные видео поэтому смотрите заострять внимание здесь не буду давайте сейчас полностью попробую разобрать посмотрим что внутри так корпус здесь довольно просто разбирается снизу выкручиваете четыре болта и снимаете верхнюю крышку здесь две основные детали корпуса сопрягаются через шип паз внутри прибор устроен таким образом все сделано очень хорошо металлические мощные опоры у компенсатора какие лазерные модули здесь стоят ну понять невозможно об этом тоже у меня есть видео где полностью разбирал модули есть какая-то маркировка но какой именно марки эти модули понять нельзя стоит вот такой аккумуляторный пакет кому интересно можете посмотреть его технические данные 4000 мАч конечно при желании его заменить можно будет но такой еще нужно будет поискать с другой стороны он должен проработать долго также здесь волоски не кстати волоски даже разного цвета синий красный желтый интересно как они так сделали это маленькие проводочки которые питают все излучатели и отвечают за различные функции они такие тоненькие чтобы не ограничивать свободный ход маятника то есть если провода будут вот такие обычные толстые то они будут влиять на точность прибора такие волоски встречаются у всех лазерных уровней без них никуда не деться давайте сейчас я его соберу и проверим толщину лазерных линий на разных расстояниях и давайте эти же четыре уровня сравним между собой возьмем 1 метр 5 метров и 10 метров и так на одном метре сверху идет хьюпар 603 cg он кстати самый тонкий из всех потом хьюпар p03 cg кейвиц третий и самый нижний segment cm701 по толщине они 603 1 миллиметр и остальные все около 1 миллиметра чуть больше давайте посмотрим на 5 метрах на 5 метрах толщина у всех одинаковая в районе 1 миллиметра чуть больше по яркости они все в принципе одинаковые давайте посмотрим на 10 метров на 10 метрах результат также практически у всех одинаковый возможно 2p03 cg он поярче выглядит но на самом деле яркий очень уровень сейчас про яркость тоже поговорим а так толщина линии в районе 2 3 миллиметров отличный показатель что касается яркости я замеряю каждый прибор люксметром на разных расстояниях на 5 10 метрах самую тусклую и самую яркую сторону как вы знаете у конусных призм свечение по кругу неоднородно то есть есть какие-то сектора с более ярким свечением есть более тусклым это относится ко всем моделям ко всем маркам без исключения хоть у вас за 100000 приборов хоть за 5 все равно будет тусклые участки и самые яркие участки поэтому я проверяю на 5 10 метрах и тот и другой эту полную таблицу вы можете посмотреть на сайте laserlevel.ru либо в telegram канале скачать полную таблицу в telegram канале я меняю ее чаще и она там более актуальная обязательно подписывайтесь на telegram канал публикую редко но полезную информацию и так segment имеет следующие показания на 5 метрах яркая сторона 26 и 2 люкса на 5 метрах тусклая сторона 4 и 4 люкса на 10 метрах яркая сторона 10 и 3 люкса и на 10 метрах тусклая сторона 1 и 8 люкса в принципе неплохие показатели не самый яркий уровень но тем не менее лучше отлично видно тем более в помещениях насчет улицы тут в любом случае нужно работать с приемником и если вы планируете работы в основном на улице то конечно надо рассматривать прибор у которого есть режим работы с приемником и докупать этот приемник отдельно тогда вы проблем знать не будете хотя в темное время суток конечно вы сможете разметить любым уровнем даже с красным цветом и давайте еще проверим его на точность посмотрим горизонт вертикали и посмотрим расхождение угла 90 градусов между вертикалями и так давайте начнем с горизонта будем проверять на 10 метрах здесь у меня есть как раз 10 метров видно вам или нет горизонт проверяется прогоняя точку по всем секторам то есть сейчас отметим первую точку и будем прогонять всю плоскость и смотреть как эта плоскость проходит относительно этой точки погрешность него заявлено плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров то есть максимально допустимый разбег на 10 метрах получается 6 миллиметров как правильно считается погрешность смотрите на сайте laserlevel.ru так давайте начнем отметим первую точку итак вот я отметил первую точку поставил цифру 1 теперь давайте повернем уровень на 90 градусов и посмотрим как проходит линия через эту точку поворачиваем прибор на 90 градусов и смотрим второй сектор проходит выше чем первая точка но где-то на два два с половиной миллиметра в принципе это абсолютно нормально укладывается в заявленные значения давайте смотреть третий сектор для этого еще раз развернем прибор и смотрим заднюю часть плоскости третий сектор проходит чуть выше чем второй но он также укладывается в заявленные характеристики давайте посмотрим четвертый сектор для этого еще раз развернем прибор так и четвертый сектор проходит где-то посередине то есть в принципе горизонт настроен очень неплохо и абсолютно укладывается в заявленную точность плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров давайте посмотрим вертикали для проверки вертикали давайте воспользуемся проверенным уровнем вот эти все уровни очень хорошо настроены давайте к примеру возьмем кейвиц можете посмотреть в обзоре у него отличная настройка у кого нет проверенного уровня просто берите нитяной ответств и проверяйте по нитке ничего в этом сложного нет для большей наглядности я буду проверять именно по настроенному уровню включаем вертикаль первую у сайгмана и включаем вертикаль у кейвиц давайте сейчас я их сопоставлю и посмотрим. Итак, первая вертикаль навел их друг на друга. Всё хорошо, давайте смотреть вторую сторону первой вертикали. Разворачиваю прибор другой стороной и также навожусь. Давайте смотреть. Вторая сторона первой вертикали, также абсолютно идеально ложатся друг в друга. Давайте смотреть вторую вертикаль. разворачиваю прибор другой вертикалью, также навожусь, давайте посмотрим. Первая сторона второй вертикали, идеально ложатся друг в друга, никаких нареканий нет, все четко, давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Еще раз разверну прибор и также наведусь. Вторая сторона второй вертикали, здесь все отлично настроено, идеально ложатся друг на друга. Для проверки угла 90 градусов ставим прибор, включаем 2 вертикали, отмечаем точку на перекрестии и отмечаем точку на двух перпендикулярных вертикалях на стене. Расстояние можно брать произвольное, у меня в одну сторону будет 7,5 метров, в другую сторону чуть поменьше 2,5 метра. Этого вполне достаточно для проверки. Давайте поставим точки на стенах и потом развернем прибор на 90 градусов и наведемся перекрестием на точку снизу и на одну точку на стене, и посмотрим как вторая вертикаль проходит через другую точку. Это ближняя точка. Это дальняя точка, теперь давайте развернем прибор. Разворачиваю прибор на 90 градусов и навожусь перекрестием на точку снизу, а одной вертикалью навожусь на точку на стене. Давайте сейчас наведусь и посмотрим. Итак, навёлся на точку снизу, так навёлся на ближнюю точку. И давайте посмотрим, что на дальней, а на дальней точке вообще нет никакого смещения, но хотя я допускаю что на тех двух точках я не точно навелся, здесь все равно какое-то маленькое смещение должно быть, по большому счету угол 90 градусов выдержан, настроен тоже отлично, хотя эта характеристика не заявленная и нигде не указывается. В общем прекрасный 3d лазанный уровень с зелеными лучами, просто отлично собран, качественные материалы, внутри также все сделано надежно, в общем друзья не знаю кто ценит реальная компактность, кому не так необходим режим работы с приемником, то в принципе рассматривайте этот приборчик, очень классный вариант с пультом дистанционного управления, все необходимое в небольшой качественной сумке, на этом все, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на youtube, на яндекс.зен, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok